Сегодня, то есть, примерно определяем состояние А, в котором находится наша страна, определяем состояние Б, это образ светлого будущего, и пытаемся выработать вот этот алгоритм, как же перейти из этого состояния А в состояние Б. Вот я являюсь членом разных философских кружков, у нас этот алгоритм есть. В том числе в русском имперском движении есть целая программа по переходу из состояния А в состояние Б. Но что делать, когда власть не прислушивается к этим алгоритмам и не прислушивается к этим программам? Ответ. Менять власть. Менять власть, друзья мои. Существует три способа смены власти. Это выборы, которые сегодня по определению невозможны, поскольку мы находимся в авторитарном государстве. Второй способ смены власти – это кирпич в руках гегемона, который будет проводить эти изменения. Безусловно, тоже по всем факторам это тоже невозможно. Поскольку 48% федерального бюджета идут на финансирование силового блока. Это временная ситуация, но она есть. И третий фактор, который реально изменит ситуацию в стране – это внешний фактор – война. Вот мы все видим, как усиливается внешний фактор, как выгоняют наших послов из разных стран Евросоюза и так далее. Вот этот фактор будет серьезно усиливаться в ближайшие месяцы. Поэтому прошедшие выборы, друзья мои, не были выборами. Это было переназначение действующего президента. И это надо признать. Вот задачами всех семерых кандидатов, которые участвовали в выборах, было две задачи у них. И я здесь согласен с Еленой Рохлиной, что первая задача была идеально выполнена всеми кандидатами – это донести свои идеи до широких масс населения, используя федеральные каналы. Это была задача выполнена? Была. Но не было сказано о второй задаче, которая тоже идеально была выполнена – это поднять явку для того, чтобы легализовать нашего всеми любимого самовыдвиженца. И вот эта вторая задача тоже была выполнена. Поэтому какие минусы в этой избирательной кампании, что не было сказано на дебатах вот этими нашими кандидатами? Первое, о чем они не сказали – все начали акцент делать на материальную составляющую. Все так или иначе в своих выступлениях говорили о справедливости как распределения материального продукта, как о более справедливом распределении материальных благ, то есть о бесплатной колбасе. Мы все уже устали слушать эти тезисы. Но мы, люди верующие, собравшиеся в этом зале, видим справедливость не как распределение материального продукта, а справедливость как наличие смыслов. А смысл – это победа над абсурдом бытия. Вот этого не было сказано. Почему не было сказано? Вот, допустим, Андрей Савельев мог бы об этом сказать, отец Всеволод Чаплин тоже мог бы об этом сказать. Почему не дали людям, значит, на дебатах выступить? Кто за это несет ответственность и кто за это ответит? Вот это два вопроса мои, риторические, только я не знаю, кому эти вопросы задавать. И второе, то, что не было сказано на дебатах, это все-таки наши кандидаты не смогли сформулировать, кто же будет современным гегемоном, который будет проводить изменения в стране. Все начали акцент делать на ту или иную идеологию. Друзья мои, ну неужели вы спите все, а? Ну надо же уже просыпаться. Вы должны осознать, что идеология уходит на второй план сегодня. Сегодня гегемоном становятся пассионарии, так называемые уличные, которые собирают вокруг себя массы, и кабинетные пассионарии, которые ищут бездны в своем кабинете за рабочим столом. Вот именно союз вот этот, пассионариев уличных и кабинетных пассионариев, он безусловно будет поддержан военными, которые не получили от приватизации ничего. Вот это, этот союз и будет современным гегемоном. И последний вопрос, что делать? Это самый важный вопрос. Я считаю, что сегодня надо акцент сделать, и это мое предложение практическое, да, если будет резолюция принята, все-таки создать широкий коалиционный комитет, куда бы вошли и правые, и левые, и умеренные демократы. В этом союзе очень большой смысл, поскольку левые в союзе с правыми будут противостоять аргументу телу и максимальному комфорту для сильнейших. То есть они будут критиковать либералов. Либералы в союзе с правыми будут противостоять атеистам. Атеизм уже надоел, честно говоря. И левые с либералами будут критиковать откровенный нацизм и шовинизм, который тоже навязывается на разных площадках. Поэтому эта система будет устойчивая. Поэтому акцент надо сделать на формировании вот этого коалиционного комитета и объединиться всем в конце концов. Объединиться против кого? Это последняя моя фраза, которую я заканчиваю. Объединиться против глобалистов, которые захватили власть в стране еще в 90-е годы. Именно глобалисты сегодня засели в Кремле, они всегда были неприглашенными, нежданными, и они есть везде. И они передали все основные наши предприятия в частные руки сегодня по принципу приватизация прибыли, национализация убытков. И так во всех отраслях. Именно глобалисты сегодня с экранов телевидения нам говорят о какой-то мимой стабильности. Но мы-то, собравшиеся в этом зале, видим совершенно другую стабильность в стране. Стабильность разрушенной армии и спецслужб, стабильность разрушенных наших промышленных предприятий, стабильность наркомании, спида и депопуляция населения. В одном 2017 году умерло людей больше, чем родилось, на 146 тысяч человек. Вот до чего они довели нашу страну. Поэтому сегодня надо менять всю систему в целом, надо менять людей, которые принимают решения, для этого необходимы честные выборы. И переходить с экономикой трубы на экономику знаний человеческого капитала и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наша основная задача создать этот комитет коалиционный и решить основной вопрос для России. Положить конец вот этой олигархии, которая создала нечеловеческие условия жизни в нашей стране. И положить конец встраиванию России в мировую систему глобального объединения и порабощения. Вместе победим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.